В конце мая педагоги, учащиеся воскресной школы при Софийском соборе города Пушкина, с родителями посетили Эстонию. Организаторы поездки говорят, что наши страны связывают не только общий язык, культура и географическая близость, но в первую очередь общие духовные ценности. Нарву посетили воспитанники церковно-приходской школы святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Софийского собора и Старско-сельского благочинья Санкт-Петербургской епархии. Здесь юные воспитанницы выступили с концертом для учеников Ван Алиновской гимназии, в которой некогда Нарвской мужской гимназии работал законно учителем священномученик Иоанн Качуров. Отец Николай Терентьев очень тепло нас принял, и мы отслужили молебену Ансурско-сельскому, затем мы проследовали в Таллинн, в кафедральном соборе нам сделали потрясающую экскурсию, и поднимались на колокольни, и смотровые площадки были, и хоры. С такой теплотой, добротой все приготовлено, что просто слов нет. Всем большое спасибо. Ночь мы провели в Пюхтицком монастыре, были в музее, где хранятся личные вещи таких известных святых, как Иоанн Кронштадтский, Серафим Выридский, Серафим Саровский, и, конечно, под большим впечатлением. И всем огромное спасибо. Иерей Филипп Ильовский, священник Екатериненского собора города Пушкина, поблагодарил администрацию школы за возможность приехать в Эстонию и почтить память святого Иоанна Качурова, пресс-фитера царско-сельского. Решили сюда приехать по одной причине – посетить храм и школу, где преподавал священномученик Иоанн, пресс-фитер царско-сельский, Качуров. Потому что он для нас, для всех в царском селе, священнослужителей, прихожан, дорогим святым является. И поэтому мы хотели сюда приехать, посетить храм, где он начинал свое служение. В августе 1907 года отец Иоанн Качуров был приписан к Лиру Преображенского собора города Нарвы и с 28 августа 1907 года стал преподавать в Нарвских мужской и женской гимназий. В ноябре 1916 года отец Иоанн был назначен в Екатериненском соборе царского села в качестве приходского священника. В царском селе, ставшем замечательным воплощением целой эпохи в истории духовной культуры и счастливым образом сочетавшим в своей жизни черты тихого уездного городка и блистательной петербургской столицы, Екатериненский собор занимал особое место, являясь крупнейшим приходским храмом города. Впечатления хорошие и в то же время благодатные, они навсегда останутся в сердцах наших детей. Гости из России поблагодарили всех, кто принял участие в организации поездки. Это объединение гидов Нарвы, приходы и администрация Ван Алиновской гимназии города Нарва.